Здравствуйте, друзья! Я хочу сказать о том, что я очень рад начинать такое красивое и важное, нужное, полезное дело, как летний марафон «Женщина в ритме фламенко». Спасибо огромное, Татьяне, за приглашение. И мне очень приятно, что я сегодня расскажу вам о теме необычной, я думаю, в ней будут нестандартные, еще не знакомые вам воззрения, теме «Сексуальность как магнит удачи». В момент этой работы я постараюсь вам объяснить, как же превратить свою собственную сексуальность в магнит удачи, который притягивает будет людей, обстоятельства, финансы, успех в вашей жизни. Я хочу начать свой рассказ с хорошо известного вам символа. Символ Ян-Инь. Китайский символ, в котором огромная глубина, огромная мудрость, и этим качеством, качеством полярности обладает практически все во Вселенной, все объекты в ней. И я скажу вам, что пришел к такому выводу, что умение видеть полярность во всем – это ключ к основным тайнам мира. Если вы научитесь понимать, что каждый объект имеет обе стороны – Ян-Инь, плюс и минус, холодное и горячее, мужское и женское, то вы получите ключ, который позволит вам познать многое до самой глубины. И вот я хочу сказать, что Ян-Инь, в принципе, это магнит. И этот магнит есть внутри нас, потому что у каждого из нас внутри есть частичка Ян и частичка Инь. Как он у нас работает? Что он притягивает? Удачу, благополучие или беду, или бедность, проблемы или успех. И как управлять этим магнитом? Как сделать так, чтобы мы получали благополучие и удачу, в жизни имели состояние вдохновения и воодушевления? Чтобы это понять, сначала нужно разобраться, как мы притягиваем беду, бедность. И как это происходит именно с женщинами. И одно из моих открытий – это то, что у женщин основной центр эрекции – это мозг. И, может быть, это вас удивит. Может быть, вас даже шокирует та картинка, которую я показал. Но, по моему мнению, у мужчины центр эрекции – это его орган, а у женщины – это мозг, ее голова. И в мужской и женской энергетике, по моему мнению, есть такая особенность. Мы по-разному получаем энергию. Мужчина получает энергию от неба, и его основная точка накопления этой энергии – это как раз низ, это область половых органов. А женщина получает энергию снизу от земли. Мозг, голова – это основной центр ее получения энергии. И таким образом именно в голове концентрируется основная сексуальная энергия женщины. И я думаю, вы со мной согласитесь. Вот мозг женщин, он всегда загружен. Он практически редко отключается. Он забит заботами. Она часто в то время с сексом может думать о чем-то, что еще нужно сделать. Например, нужно побелить потолок, или нужно ребенку купить одежду. Кстати, мужчина это может, конечно, очень сильно расстраивать, и он может на это, так скажем, обижаться. Но, тем не менее, вот женщина так устроена, и она часто зациклена на своих мыслях. И это могут быть и мечты, и заботы, и ее страхи. И из-за того, что центром эрекции женщины является именно мозг, у нее множество качеств, которые сильно отличают ее от мужчины. И опять же, я думаю, вы согласитесь со мной, потому что то, что я скажу, как раз свойственно преимущественно женщинам. Так вот, первое свойство – это развитое воображение. Вот у мужчин не настолько развитое воображение. Они не настолько часто мечтают, не настолько часто находятся в своем воображаемом мире. И в этом воображении у женщин многое. Там есть положительное, там есть, например, представление о своем идеальном партнере. Там есть представление о том, как должны быть, какими должны быть идеальные отношения между мужчиной и женщиной. То есть, твоя такая вот сказка о любви, сказка об отношениях. Там могут быть и представления, мысли о том, какие могут быть неприятности, какие могут быть проблемы, какие могут быть сложные ситуации. И в зависимости от настроения женщины работает та или иная часть ее воображения. Ну, пока что оставим воображение в стороне и пойдем дальше. И я хочу сказать, что еще одно проявление эрекции мозга женщины – это повышенная эмоциональность. Ну, однозначно, женщины эмоциональнее, чем мужчины, по крайней мере, большинство из них. И они еще и эмоционально нестабильны. То есть, могут заплакать, могут успокоиться, могут переключиться. И, кстати, вот слезы, по моему мнению, тоже может быть необычное представление. Но это как вот эокулят у мужчин. Так вот, слезы, они исходят во время вот такого излияния эмоций из женских глаз. И еще одно проявление – повышенная разговорчивость, общительность. Для женщин поговорить – это что-то, ну, такой женский треп. Это что-то похожее на сексуальное действие. По крайней мере, они занимаются это с таким же удовольствием, с которым мужчины занимаются сексом. И для женщины очень важно, для многих женщин очень важно выговориться, рассказать, услышать что-то, пообщаться. Еще одной частью женской такой сексуальности, особенностью течения женских сексуальных энергий, по моему мнению, является еда. В принципе, очень часто сам процесс еды, он вообще очень сексуален. И то, как мы едим, многие знают об этом, свидетельствует о том, как мы занимаемся сексом. И для женщины еда иногда бывает, увы, заменителем секса. И многие женщины, пытаясь как-то компенсировать какие-то неудачи в собственной жизни, особенно в сексуальные какие-то моменты или отсутствие сексуальной жизни, они заедают это. И потом, естественно, в конце концов имеют проблемы с излишним весом. Но если бы они реализовывали эту энергию более естественным образом, то я думаю, что вес бы был более стабильным и меньшим. Ну, наиболее жестокая форма – это вот снос мозга. Абсолютно все женщины, с которыми я обсуждал этот вопрос, согласны с том, что снос мозга – это специализация женщины. Вообще, мне так кажется, что вообще снос мозга – это женский вариант изнасилования. Вот мужчина может требовать от женщины близости, она ее не хотеть, и он как бы, ну так, через силу получить ее, но в принципе ему все хорошо и все нормально, то есть мужчина насилует низ женщины, то я думаю, вижу, что женщина способна практически столь же жестко насиловать верх мужчины, его мозг, ну и похоже получать тот же тип удовольствия, тип садистского такого своеобразного удовольствия, который движет к изнасилованию, склонных к изнасилованию мужчин. Ну, да, и хочу еще одну вещь сказать, что, кстати, есть мужчины, достаточно большая часть мужчин, которым, в принципе, это нравится. Я это заметил, и, наверное, вот такое желание быть эмоционально-психологически-ментально изнасилованными – есть причина своеобразного такого успеха стерв. Ну, то, я думаю, стервы – это вообще виртуальные, это мастера, специалисты по изнасилованию мозга. И вот я сейчас, высказывая вот этот первый тезис, высказывая тезис о том, что, по моему мнению, главным центром эрекции, центром такой, я бы сказал, даже непроизвольной эрекции. Вот я недавно ехал в маршрутке и слышал разговор двух молодых людей. Он мне сейчас вспомнился, он говорит, слушай, а у меня сейчас непроизвольная эрекция. То есть у мужчины достаточно много сил, и поэтому, ну, как бы, вот, да, вот у него этот орган активен. Так вот, я хочу подчеркнуть, что у женщин из-за того, что накапливается энергия именно в мозге, есть непроизвольная эрекция мозга. То есть мозг напряжен, и он всегда работает. И именно эта особенность женщины, плюс то качество, о котором я сказал, то есть воображение, незаметно для женщин выстраивает для них такую параллельную реальность, в которой женщина живет или своими мечтами, или своими тревогами, или своими страхами. И женский мозг, мужской на это не способен в такой степени, хотя, конечно, такие качества есть и у мужчин, женский мозг чаще всего обрабатывает информацию из этого параллельного мира, виртуального мира. То есть еще не произошло какое-то событие, она уже его боится. Еще, скажем, она не знает, как она выглядит, как ее воспринимают окружающие, но она же волнуется, что она выглядит недостаточно хорошо, недостаточно ярко, недостаточно убедительно, да, красиво для мужчин. И по этой причине женщины, то волнуясь, то мечтая, они находятся в виртуальном мире. Они находятся в мире своего внутреннего такого восприятия. И, кстати, я хочу сказать, вот такая парадоксальная мысль мне пришла сейчас в голову. Вот сейчас многие мужчины ушли в виртуальный мир. Но они ушли, потому что появилась такая техника, да, появились компьютеры, появилась вот иллюзия второй реальности. И вот они сейчас почти поголовно окунулись в эту вторую реальность. А вот, по моему мнению, у женщин эта способность уходить в эту вторую реальность, она была изначально. То есть через воображение женщина часто жила в своем воображаемом мире. Кстати, вот именно эта особенность часто приводит к разочарованию в отношениях. Почему так происходит? И почему вот любимый козлик может превратиться в ненавистного козла? Потому что, в принципе, женщина с самого детства, я так думаю, она думает о своем будущем мужчине. Думает о семье, думает о ребенке. Она планирует, у нее возникает постепенно образ идеального мужчины, идеального партнера. Она уже влюблена в этот образ. Она уже с ним взаимодействует. И вот именно эта особенность, в принципе, накладывает потом сложности на восприятие реального человека. Вот в своей жизни, через какое-то время, когда она уже думает о замужестве и ей, возможно, она встречает мужчину, который, ну вот, на сколько-то процентов, там, например, на 65 соответствует ее идеалу, соответствует ее образу. И тогда она думает, вот, я наконец-то навстретил мужчину своей мечты. Она чувствует вот этот прилив эмоций, влюбленность, воодушевление, вдохновение. Но на самом деле, вот я хочу подчеркнуть именно этот феномен. Она общается не с конкретным мужчиной, она видит только частично его. Она общается с тем образом, который она намедитировала за годы ожидания своего брака, своего, так, супружества, своих супружеских отношений. Ну, она видит, что там часть каких-то качеств не совпадает, часть каких-то качеств не такая. Ну, в принципе, она чаще всего успокаивает себя тем, что придет в возможность, и она нам немножечко там поменяет, немножечко усовершенствует своего любимого мужчину. Кстати, вот эта вот особенность, желание усовершенствовать любимого мужчину, ну, она просто бесит мужчин. Для мужчин это самое болезненное, самое сложное, самое неприятное, что пытаются делать с ними женщины. А женщины никак не поймут, ну, вот я хочу чуть-чуть, и ты уже будешь стопроцентно соответствовать образу. На самом деле, мужчина часто очень сопротивляется жестко и начинается с этой точки конфликт. И еще раз вернусь к утверждению о том, что женщина живет в виртуальном мире, и она больше в этом мире и реально действует. Она именно с этими объектами виртуальными взаимодействует. Вот мужчина может удивиться, женщина, например, думает, ой, у меня это не получится, она переживает, переживает, переживает. А мужчина говорит, да ну это ерунда, ну что ты, не грузись, это вот, ну, еще же этого не произошло на самом деле, вот ты напрасно переживаешь. Если произошло, ну, понятно, можно было бы переживать. А для женщины, вот, чувство беды, образ беды, он уже в ее воображении существует. У нее это уже реальность. Она уже в этом. И поэтому, ну, она, слова мужчины часто воспринимает негативно, она думает, он меня не понимает, он меня не жалеет, он обо мне не заботится, и вообще-то, возможно, я выбрала не того мужчину. И, находясь вот в таком взаимодействии с виртуальным миром, женщина с мощной энергетикой и с мощным воображением, она в сущности, вот, то, что Татьяна сказала, интересно, как это может быть, она в сущности занимается сексом с проблемой. Потому что один из полюсов ее, ее мозг, ее сознание, сориентирован не на реальный объект, не на то, что есть в ее жизни, реальный объект, а сориентирован на проблему. И вот вы видите на моем слайде, что есть плюс в ее голове и минус в проблеме. Женщина, по сути, взаимодействует энергетически с проблемой, она медитирует на нее, она озабочена, она практически сосредоточена только туда. Ее крайне сложно, кстати, если есть проблема от этого отфлечь, и она как бы возбуждена проблемой. Ее мозг в состоянии ян, ее мозг в состоянии эрекции. И это и есть то, что я называю сексом с проблемой. Но следующая стадия вот в этого состояния, этого события, она очень парадоксальна, я думаю, знакома многим из вас. Когда мы отправили энергию к проблеме, она наполнилась, она стала ян, она стала огромной. А наша душа устала, наша душа истощилась, измучилась размышлениями, переживаниями, того еще, что не произошло. И мы уже в состоянии такой замученности, извините за такой, не совсем литературной затраханности этой проблемы. И проблема сама вырастает до гигантских размеров. Женщина устает, она обессилена, она в отчаянии, и она чувствует, что ей нужна помощь. Вот в этот момент она опять обращается к мужчине, и как же, как же, все правильно, она стремится получить поддержку от любимого человека. Но мужчина реагирует совершенно иначе. Мужчина работает с проблемами иначе. У него мозг не в состоянии эрекции, у него в состоянии эрекции чаще всего другая часть его тела, его сущности. И он, в принципе, думая о проблеме, чаще всего ее обесценивает. И он тот же самый рецепт предлагает женщине, он говорит, да ерунда, ну, все будет хорошо, все будет нормально, все будет классно. Ты вот, все придет и все уложит. Женщина чувствует, да не, мужчина не хочет меня понимать, он меня не поддерживает, я вот переживаю. Нет бы ему тоже ужаснуться, сказать, боже, какой ужас, какие проблемы. И тоже впасть в такое же уныние и попереживать вместе с женщиной. И вот, в принципе, мужчина действительно этого делать не будет, ведь он мужчина. А женщина чувствует, что он ее не понимает и как-то отчуждается, к сожалению, в этот момент от него. И с этого могут начинаться первые трещинки. К сожалению, очень часто с этого начинают первые трещинки. И у нас на работе, на консультациях именно объяснение этого процесса часто бывает первым шагом к примирению и пониманию, что ничего страшного на самом деле не происходит. И еще одна грустная особенность, грустная закономерность, что находясь вот в таком взаимодействии с проблемами, проблемным миром, извините, страхой с проблемами, женщина, в принципе, часто очень теряет желание заниматься реальными отношениями. И даже возмущается тем, что мужчина, который не разделил, не оценил ее чувства, ее душевную боль, ее переживания, хочет еще и физической близости. Ну, то есть ведет себя практически как животное. Ей плохо, а он от нее что-то хочет. И ему вообще, этому козлу, нужен только секс. Вот так вот бывает, говорит женщина, озабоченная необходимостью думать о каких-то проблемах, погруженной в какие-то проблемы. И вот я хочу сказать, что такие сексуальные отношения с проблемой, они могут быть разного уровня. Они могут быть, ну, так вот, скажем, от легкой эротики, то есть женщина слегка встревожена, озабоченности, ну, до полного такого бурного, оргазмического переживания. Обычно это заканчивается в виде истерики. И вот женщина плачет, она переживает, она вся вот в этих чувствах, вся в, извините, в соплях, в этом самом. И вот это и есть ее такой ментальный, психологический оргазм, по моему мнению. И, кстати, хочу женщины сказать вам, вот плачущая женщина воспринимается мужчиной как очень сексуальная. И вот, кстати, именно поэтому мужчины, когда женщины плачут, они слабеют. Слабеют, потому что они возбуждаются. Слабеют, потому что как только включается их низ, включается их орган, мозг отключается. И мужчина просто бессилен перед женскими слезами. Ну, часть женщин знают эту особенность правильно и очень успешно этим пользуются. И сами женщины, вот тоже интересная особенность, я думаю, замечал это, могут возбуждаться во время слез. Поэтому утешение женщины может спонтанно переходить в такой реальный секс. В принципе, возможно, у кого-то есть такой опыт. Особенно тех, у кого бывало, что конфликт, потом бурное примирение, иногда вот там бывают слезы. И это как раз улучшает и усиливает яркость переживаний. И я хочу сказать, что самый большой магнит беды, это ее отношение с проблемами. Магнит беды, магнит неудачи, это как раз вот возникает из-за того, что основная, очень мощная, а женская сексуальная энергия гораздо сильнее, гораздо мощнее, чем мужская. Она сосредоточена на вот таких переживаниях. И когда женщина многократно, на протяжении длительного периода медитирует на проблему, то проблема в конце концов приходит. Она вот как бы не заставляет себя ждать. И когда она приходит, реальная беда может усилить, усилить этот эффект. И отсюда и поговорка, пришла беда, открывай ворота. И этот феномен женщина, имеющая вот такие вот сексуальные отношения с проблемой, как магнит беды, причина множества суеверий. Я думаю, вы знаете, сейчас мы как-то забыли об этом, отбросили. Но раньше считали, что женщина, например, находящаяся на корабле, она притягивает беду. Именно о женщинах, о старушках, о ведьмах тоже такое считали. И отношились к ним с суевериями, часто они совершенно без причины от этого страдали. Ну вот сейчас я вам рассказал основную мысль, основную идею, которая в принципе подтверждена моим опытом и работой с клиентами. И у вас возникает нормальный наш классический вопрос. Ну вот, что делать? Что делать с этой ситуацией и как измениться? И я хочу сказать, что я хочу предложить вам курс. Курс, в котором мы можем поработав, изменить эту ситуацию и превратить магнит беды в магнит удачи. Магнит, который будет приносить вам обстоятельства, нужные вам. Возможно, если у вас нет еще отношений, есть желание их построить, это вот прийти к новым отношениям. Это магнит, который притянет в вашу жизнь деньги. Магнит, который притянет в вашу жизнь какие-то ситуации, которые будут благоприятно влиять на вас. И я сейчас размещу алгоритм нашей работы, размещу принципы, которые я использую, для того, чтобы показать, как это происходит. Для того, чтобы вы смогли, если у вас есть такое желание и достаточно силы уверенности, возможно, самостоятельно это сделать. То есть первый пункт, который в этом есть, первый пункт, который я вам предлагаю, это вот осознать. Осознать, услышав то, что я рассказываю, возможно, прослушав еще раз, если у вас будет запись, осознать, как возникает магнит беды. И понять особенности женской сексуальности и вот этот эффект непроизвольной эрекции мозга. Если вы уже осознали, если вы уже увидели, то я думаю, чаще всего вы будете, когда у вас будет возникать вот это вот непреодолимое желание обратить ваше внимание на проблему, когда у вас будет возникать такое влечение, погрузиться, представить, вообразить, какая-то проблема большая, пережить как бы виртуально всю сложность ее и всю глубину, вы остановите себя и скажете, нет, я понимаю, что это может привести действительно к реальной беде, к реальным последствиям, к реальной бедности. Вот эти вот слова беда и слова бедность, они взаимосвязаны. И я хочу быть богатой. Я хочу превратить вот то, что у меня есть, эта особенность своей энергетики, в то, чтобы я стала богатой. То, чтобы она действовала на благо, чтобы она принесла мне и моим близким благополучие. Следующий пункт, который я хочу вам объяснить, это отказаться от секса с проблемами в пользу пробуждения реальной подлинной сексуальности. Я думаю, что это намного лучше, реально обогатит вашу жизнь. Если у вас есть отношения, то сделают это отношение ярче. Если у вас отношений нет, то смогут создать магнит, который притянет мужчину в вашу жизнь. И именно сделает возможность, что у вас будет выбор. Понимаете, когда вот цветок расцветает, расцветает ваша сексуальность, то мужчины непроизвольно вокруг вас будут реагировать на вашу сексуальность. И у вас будет возможность именно среди тех мужчин, которые реагируют на вас, постепенно выбрать того, своего мужчину, который бы вам хотелось, и с которым у вас действительно удастся на дальнейшую жизнь, и желательно на всю жизнь, и все, что вы мечтаете, вы сможете с ним реализовать. И для того, чтобы это произошло, есть очень простой, простой на словах, конечно. Простой рецепт, простое правило, простое такое вот упражнение. Это сформировать навык и привычку быть в теле. И это, знаете, очень важно. Вот я сейчас думаю, вы меня слушаете, и я думаю, что опять же по привычке, слушая меня, вы находитесь в своих мыслях, вы находитесь в размышлениях. Ваше сознание сейчас в голове. Ваша душа сейчас преимущественно в голове. Вот попробуйте сейчас обратить внимание, что чувствуют ваши стопы, что чувствует все ваше тело между стопами и руками. И постепенно вы почувствуете, что что-то как бы как тело наполняется, тело наполняется душой. Вот часто наша душа, она где-то где-то вне, она где-то не совсем в теле, не совсем в нас. И мы переживаем реальность немножко иначе. Мы как бы не в этом. Вот мы не здесь и не сейчас. А находиться здесь и сейчас – это первое условие действительно реальной успешности. И быть в теле – это шаг к своей сексуальности. Потому что когда женщина возвращается в тело, ее энергия из мозга постепенно начинает растекаться по все ее тело, наполняя и так красивое тело непередаваемой такой феноменальной красотой энергии привлекательности. И наполнена этой энергией женщина, она естественно прекрасна. У нее естественно флюиды излучаются и в виде запаха, и в виде какой-то энергетики. И все, я за косметику, я за все те вещи, которые используют женщины, чтобы стать еще более привлекательными. Но я думаю, и без косметики, и в любом виде, даже в рубище, женщина, которая будет вот так переживать реальность, наполнять свое тело реальной сексуальной энергией, она будет удивительно привлекательной. И только усиливать все остальные красоты, которые она использует. Для того, чтобы ваша энергетика реально заработала как мощный магнит, нужно создать динамический магнит вверх-низ. Сейчас я попробую это объяснить и перейду на следующую картинку. Прошу прощения. Так вот, в обычном состоянии женская энергетика, она больше вверху, а внизу минус. У мужчины наоборот. У мужчины вверху минус, внизу плюс. И для того, чтобы энергетика растеклась по всему телу, нужно, чтобы произошло такое своеобразное перетечение, перетекание энергетики, чтобы энергия ушла вниз, и вверх стал минусом, вниз стал плюсом. Потом новый цикл, энергия ушла вверх, вверх стал плюсом, вниз стал минусом. И вы почувствуете, как по вашему телу, сверху вниз, от головы к половым органам протекает энергия. В этот момент вы, думаю, как многие на наших тренингах, реально почувствуете, что вы действительно обладаете определенным магнетизмом, что вы становитесь магнитом. В первую очередь вы почувствуете сексуальный магнетизм. Но я скажу вам, деньги очень сексуальны. Деньги на сексуальный магнетизм идут просто вот, как вот пылесос в них втягивает. И сексуальный магнетизм женщин, это просто, ну, удивительный магнит для денег, удивительный магнит для ваших будущих возможностей. И когда вы сможете включить этот магнит, у вас все заработает. У вас возникнет перетечение энергии, и вы сможете еще почувствовать, что есть еще одна полярность. Сейчас она не изображена на моих слайдах. И я хочу сказать, что есть еще два вида полярности. Мы ее изучаем во время наших занятий. Это полярность право-лево. Обычно она, кстати, воспринимается как полярность мужская и женская. И полярность перед-зад. Это полярность, которая еще воспринимается как время. Впереди мы обычно воспринимаем будущее, а сзади прошлое. А вот там, где мы находимся, настоящее. И находясь вот в этом, мы можем включить тройной магнит. Магнит верха-низа, магнит право-лево, и магнит переда, и задней части своего тела. И тогда уж действительно удача просто не устоит перед вами, и она будет всегда вместе с вами. А еще одна такая очень важная особенность, которая, в принципе, создана самой природой. И как бы вы ни относились, я думаю, как бы ни складывались ваши отношения с мужчиной, но самый естественный, по моему мнению, магнит, это все-таки магнит, состоящий из мужчин и женщин. Из мужской и женской энергетики. Из потока, который идет не только вверх-вниз, но и к мужчине, и от мужчины к женщине. Вот на этом слайде вы видите, как энергия обычно перетекает от мужской ян части к женской ин части. Подымается вверх к женщину, в верхнюю часть, и оттуда перетекает от женской ян части, от ее груди к мужской груди. И такой цикл, такой замкнутый круг. Вообще, я считаю, что супружество – это удивительный, фантастический магнит. Это вечный двигатель, который способен на очень многое. И тем, кому удалось это почувствовать, тем, кому удалось это реализовать, для тех супружество и семья становятся основным оберегом, основной силой, позволяющим им жить, работать, заниматься творчеством, двигаться, зарабатывать, воспитывать детей, создавать благополучие дома, строить отношения с людьми. И, конечно, я скажу, что это делать очень сложно. К сожалению, наш современный мир, мир, в котором уже много лет разрушалась семья, разрушались представления о правильной семье, и вообще отсутствует даже нормативная сторона семьи. Ну, как строить это отношение, как сделать так, чтобы вот эта начальная любовь, начальные отношения потом продолжались всю жизнь. И в старости мы, смотря друг друга, радовались тому, что мы прошли эту жизнь вместе, что у нас дети, внуки, возможно, правнуки. Я думаю, все об этом мечтают. Я преподавателю задаю вопрос студентам регулярно, кто хотел бы выйти замуж или вступить в брак, жениться, один раз и на всю жизнь. Вы знаете, сердце мое всегда теплеет, потому что практически 99% поднимают руку. Но, когда я спрашиваю второго вопроса, кто знает из вас, как это сделать? К сожалению, немногие. Но все-таки это возможно. Все-таки это возможно. И самое большое ощущение радости от жизни я лично испытываю тогда, когда вижу, что удалось еще одной паре или сохранить отношения, или наладить отношения. И у них сейчас жизнь по-новому. Жизнь пошла иначе. Но я хочу сказать о том, что, в принципе, вы можете включить, и если у вас еще нет отношений, или они очень сложные, включить этот магнит и самостоятельно. И этот магнит позитивно, благотворно будет действовать на ваши отношения. Позитивно и благотворно изменит эти отношения к лучшему. И я хочу, так скажем, завершить тем, что последним принципом, мы уже ушли от этой таблички, тот, кто прочел, может помнит его, что там есть такой принцип осознать природу цикличности, баланса, синхронно-синхронного взаимодействия. Я называю эту технику в работе с людьми, с женщинами, с мужчинами «Танец энергии». Смотрите, вот наш сегодняшний марафон, он «Женщина в ритме фламенко», это «Танец». «Танец» всегда парное взаимодействие. Мужчина движет ногу вперед, женщина движет ногу назад. Вот именно в этом смысл синхронно-синхронного взаимодействия. То есть, когда мы согласованно действуем, если активен мужчина, женщина пассивна, если пассивна женщина, мужчина активен, если женщина активна, мужчина пассивен. И вот это и есть секрет удачи, это и есть секрет успеха. Научиться видеть свою половинку, научиться видеть своего партнера, научиться с ним синхронно-синхронно действовать – это очень много. Это ключ к разрешению очень большого количества проблем и ключ к получению благосостояния, ключ к превращению своей сексуальности в магнит удачи. И я приглашаю вас на свой онлайн-тренинг, который состоит из трех двухчасовых встреч, во время которого мы поговорим не только о том, что сейчас мы говорили, но еще о вещах, которые всегда нужно обсуждать индивидуально. Потому что я думаю, что у тех, у кого из вас возникло желание измениться, превратить свою сексуальность в магнит удачи, есть еще и подсознательные проблемы, подсознательные блоки, подсознательные ограничения. И эти подсознательные ограничения, их, к сожалению, самостоятельно преодолеть крайне сложно. Я бы сказал, ну почти невозможно. Это я знаю по собственному опыту, потому что являясь терапевтом, являясь человеком, работающим с другими людьми, я отточил свой инструмент самонаблюдения до такой степени, что я вижу свои подсознательные проблемы, но, к сожалению, сам с собой. Я справиться чаще всего не могу. И мне нужно обращаться к другому мастеру, к другому специалисту в этой области. И вот иногда наши плохие пожелания, наши плохие устремления к изменению могут наталкиваться на вот эти ограничения. И мы в процессе нашего взаимодействия, в первую очередь, преодолеем эти ограничения, а дальше реализуем тот план, реализуем ту идею, реализуем вот то, что я уже рассказал. И я буду очень рад вас видеть, общаться с вами во время нашего тренинга, который вы закажете после нашего общения. А сейчас я хочу посмотреть и узнать те вопросы, которые вы, возможно, задали, и постараться как можно ответить на них. Мне знакомы мужчины, которые тоже любят потрепаться. О чем это говорит? Ну, конечно, я думаю, что то, о чем я говорил, свойственно не только женщинам, конечно, может быть свойственно и мужчинам. И они точно так же могут с проблемами иметь этот секс. Ну, наверное, вот у нас баланс мужского и женского у каждого свой. И стопроцентно утверждать, но думаю, что, возможно, у тех мужчин, которые любят потрепаться, либо есть вот такая особенность, я, исходя из еще одной отрасли психологии, так называемой системно-векторной психологии, вот есть у людей, которые именно вот эта часть, вот этот модуль, модуль общения, модуль говорения, он более активен, чем у других. Вот может быть именно вот это. А может быть немножечко действительно у этого мужчины, ну, женского чего-то, вот побольше, чем у обычного. Потому что, в принципе, действительно мужчинам свойственно больше делать, чем говорить. И вот так вот длительно трепаться они не могут. А интересный момент, вот думаю, вам приходило это в голову, просто хочу подчеркнуть. Вот зачем мужчины пьют, когда хотят пообщаться? Потому что они как-то не могут, у них слишком много ян, и вот алкоголь, он сильный инь. Когда мужчина выпьет, в нем пробуждается женщина. И тогда начинаются разговоры, тогда ты меня уважаешь, ну и все такое дальше. Вот, в принципе, действительно, если у мужчины есть достаточно мощный инь, он может общаться, может говорить. Так, хорошо. И дальше вопросы закончились. Я вижу, что были поставлены плюсики в ответ на мой вопрос. Хорошо, если вопросы сейчас уже исчерпаны, то я передаю микрофон Татьяне. Благодарю вас за внимание. И попрошу Татьяну сбросить ссылки на мой подарок. Это книга «Как не выйти замуж за козла», в которой я постарался достаточно простым, ясным языком рассказать о том, как же так происходит, что все мы, ну, я думаю, большинство выходит замуж и женится по любви, а получается потом, что большая часть браков, ну, либо вообще распадается, либо не очень-то и удачно люди живут и так вот мучаются друг с другом ради детей или еще по каким-то причинам. Почему, как бы так, нас любовь заводит в такие вот дебри и откуда этот механизм, который приводит к таким печальным последствиям. Ну, естественно, естественно, как от этого избавиться и как действительно построить свои отношения или первые, или вторые, но уже более удачно и более благополучно, чтобы мужчина, ну, не превращался из козленка в ненавистного козла. А еще я попрошу Татьяну сбросить ссылочку на заказ продукта, заказ нашего онлайн-тренинга и буду рад всех вас пожелавших прийти к нам, увидеть и начать общение и движение к этой прекрасной цели. Я прощаюсь с вами, спасибо огромное и желаю вам всяческих удач и успехов в вашей жизни и в вашей деятельности.